Я рассказала Зиновию Коровину о моём папе, папке, папочке, Лёньке, о дедомовском мальчишке из Днепропетровска, которого обзывали жид, который бегал с одного дедома по другому, по другим дедомам, потому что мальчишки говорили, что в каком-то дедоме там на краю города в супе картошка плавала. Я рассказала Зиновию о папке, которая, несмотря на все трудности, на голодное детство, на то, что его обзывали и избивали за то, что он жид, он выжил. Он стал инженером телефонной станции. Он приехал в Биробиджан, он налаживал в тайге связь, он был экспирицией связи. У него родилась дочь, Светлана, это я. И рассказала о том, как мы переехали в Ташкент, в Солнечный. И о том, что меня судьба забросила в Америку. И о том, что ждала папку, папу, папочку, Леньку. Ждала, но почти за неделю до приезда в Америку его вдруг не стало. Его не стало так и неожиданно. Рассказала о том, что я не смогла похоронить моего папку, потому, что у меня еще тогда грин-карты не было, и я не смогла полететь, похоронить его на кладбище. И рассказала о том, что семья моя привезла в Америку его полупустой чемодан и его завет, что будет он жить, пока будут помнить о нем. И брат мой младший пошел читать Кадыш за папку, и в Америке он стал ортодоксальным евреем. И Зиновий написал слова. Итак, слова Зиновия Коровина. Папа, папка, папочка. Папа, папочка, папочка ты мой! Я твоя Светланочка, папа мой родной! Ты в дедоме вырос, вышел, не злобив, много горя вынес, все же справедлив. Был твой светил волос, сам голубоглаз, все же гнусный голос звал жидом не раз. Невысок ты был на вид, но отважен был и всегда за слово «жид» здоровенных бил. Инженером связи стал, в глушь тайги пошел, чтоб со связью людям там жилось хорошо. Ты с утра так громко песни распевал, с юмором, с задором ты стихи писал. Паровозы быстрые ты опережал и примчался истово аж в Биробиджан. Там на смену ноченьки зорька занялась. Это твоя доченька Светка родилась. А потом встречается в памяти фрагмент. Поезд добирается в солнечный Ташкент. Но к другому берегу жить судьба свела. Жить она в Америку дочку позвала. Не успел ты, папка, скоро прилететь. За неделю хворью злой вышла заболеть. А врачи не справили. Благо в эти дни папочку отправили В мир иной они. В скулаты резвые, черт их побери. Папочку зарезали, эти упыри. Не смогла на кладбище в срок примчаться я. Не было гринкард, еще папа у меня. Я, брат, доставил чемодан твой полопустой. А еще разимым нам твой завет простой. Будешь жить ты, если мы, вопреки судьбе, Будем без напасти тьмы помнить о тебе. Папа, милый, Ленечка, Твой завет блюла в честь тебя, Леночкой дочку назвала. Пусть поручу, плачу я в жизненной борьбе. Ты живой, мой папочка, помню о тебе. Ну а братик, славик мой, что ему к лицу? Он читает всей душой. Кадыш по отцу. По сей день мой братик стал хасидом. Вступление к моему рассказу написал наш же участник, музыку к нашему рассказу написал наш же участник, это Гриша Кац. Спасибо, Григорий, музыка прекрасная. Спасибо.